Мороз и солнце, день рождественский. С 9 часов утра Алексей Николаевич ловит рыбу на грибном канале. Ясник клюет, зато на крючок попался маленький ёрш. Поймал ёрша одного. Не всегда клюет. Надо и рыбу, и рыбу празднует, наверное. Праздник у него тоже. Поклёвку приходится ждать часами, но никого это не расстраивает. Ведь главное не улов, а удовольствие. Просто кайф. Можно идти в один конец по 5-7 километров с надеждой поймать, прийти, не увидеть ни поклёвки и вернуться всё равно с хорошим настроением. Потому что не в рыбе дело. В праздники жители Нижнего Новгорода предпочитают проводить время на свежем воздухе. Рождество не исключение. В это время любители активного отдыха и профессионалы горнолыжного спорта покоряют снежные вершины. Алексей занимается им уже 12 лет. В данный момент сейчас погода хорошая, склон жёсткий. Я сегодня пришёл на гигантских лыжах. Лыжи – хобби и для Ивана Куприянова. Спортом он сегодня занимается вместе с братом. Отличная погода. Не повод ли выбраться из дома. Плюс праздник. Как-то хочется провести более активно. Спортивные базы посещают и родители с детьми. Родственники скатываются со склонов вместе. Любишь с горочки кататься, люби и саночки возить. Но для нижегородцев работает канатная дорога, поэтому отдых становится ещё приятнее. По традиции рождественские гуляния проходят и в центре города. Праздник дети с родителями проводят на горьковской ёлке. Дети катаются на аттракционах и горках. Родители фотографируют своих детей. Ну и, конечно же, все поздравляют друг друга с Рождеством. У меня на старой ель я лучше всех. Поздравляю всех с Рождеством. На площади Минина водят праздничные хороводы. Танцам и пляскам нет конца. Кстати, по народным приметам, в Рождество судят о погоде, которую ожидает в новом году. День сегодня морозный, значит весна будет тёплая. Дарья Кульбакина, Виталий Кудрявцев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин